добрый день это студия федерального отраслевого издания ветеринарии жизни меня зовут юлия макеева а гость нашей студии полина кирова директор по развитию компании рыб сеть добрый день добрый день давайте сначала обсудим что происходит с ценами на рыбу как охарактеризует ситуацию смотрите цены на рыбу за последние 7 лет стабильно вырастают каждый год на 10-15 процентов связано с разными вообще моментами в том числе со снижением потребления в этом году несмотря на это мы видели немножко другую историю когда цена на ментай очень сильно упала примерно в два раза потому что вот китай отказался собственно принимать наши поставки также те суда которые работали на ментай начали работать на кальмар кальмар тоже очень сильно упал в цене но это такие точечные скажем так моменты глобальная тенденция все время идет на повышение даже аквакультурная продукция в том числе форель например да который идет следом за промысловыми лососевыми она по цене в общем-то продолжает вот этот вот рост постоянный рост скажем так поэтому ближайшее время мы предполагаем что все будет также также идти в сторону повышения тех же 10-15 процентов в год это основным позициям а сментаем что будет но сментаем тут мы зависим все-таки это экспортная продукция да и мы зависим все-таки от того как будут поступать наши партнеры иностранные поэтому здесь на внутренний рынок так сильно ориентироваться конечно мы не можем хотя на самом деле жаль хотелось бы чтобы внутренний рынок как-то вот более активно реагировал на поступление каких-то новых позиций в том числе на увеличение добычи хотелось бы конечно больше продавайте на внутреннем рынке тоже вот об этом кстати никак не повлияла ситуация сментаем нет на наблюдение что внутренний рынок сто показать больше так в том-то и дело понимаете на данный момент то что закупает внутренний рынок мы можем этот спрос удовлетворять это легко когда китай отказался получил что внутренний рынок он просто не готов так и есть вот этот вот объем он просто не заинтересован Это вопрос уже как раз отсутствия продвижения рыбной продукции на внутреннем рынке, отсутствия понимания вообще у покупателя, что такое российская рыба. И если бы мы начали эту работу, скажем, 5 лет назад или 4 года назад, когда мы начали активно об этом говорить, если бы какие-то просветительские функции были выполнены, если бы именно российский продукт был продвинут на внутреннем рынке, то тогда сейчас, когда возникла бы эта ситуация, она бы в принципе никак бы не отразилась ни на рыбодобытчиках, ни на каких других звеньях. А получилось, что вот наш внутренний рынок, он просто столько не ест, он столько не хочет. Поэтому как бы, к сожалению, вот так. А что делать с продвижением рыбной продукции? Вот у молочников, допустим, есть программа «Школьное молоко». Что сделать для рыбной? У нас есть целый, в общем-то, список, мы сегодня говорили об этом на нашей секции. Рыба есть, кто будет есть, собственно, кто будет потребителем из молодежи, из младшего поколения, кто будет потребителем через 10-15 лет. По факту никто этого сказать не может, потому что сейчас потребление рыбной продукции в детских школах и садах, оно падает. Ровно сегодня было сказано о том, что один из директоров предложил вообще упразднить рыбу из детского меню. Из школьного? Да, из школьного меню. Потому что родители попросили об этом, они говорят, детям не нравится, они не хотят это есть. А как им это будет нравиться, если они к этому не приучены? Ни родители не едят рыбу, ни дети не едят рыбу, нету какого-нибудь там, ну, я всегда это называю веселым лососем, какого-то вот смешного анимационного, может быть, какого-то героя. То есть ребенку, например, прийти вот на наш форум, на нашу выставку, да, ну, вот что ему смотреть? Поэтому, поэтому пока что вот предложений очень много, но они должны быть объединены, они должны быть консолидированы, и тогда уже можно будет на каком-то общем, на глобальном уровне уже вносить какие-то вот интересные форматы. На данный момент каждый сам за себя, то есть каждая компания продвигает свою продукцию там определенным образом, но глобального вот этого создания какого-то тренда потребления российской рыбы на внутреннем рынке его нет. Может быть, нужна какая-то национальная программа по продвижению? Я уверена, что она нужна. Просто вопрос в том, что мы об этом говорим уже четвертый год, и пока что изменений существенных именно на государственном уровне мы не наблюдаем. То есть все большие профессионалы своего дела, мы все как бы знаем, как это сделать, но один в поле не воин, не может одна какая-то коммерческая организация, например, да, или коммерческая компания продвигать рыбу на всю страну за государство, так не может быть. Это должно быть все равно под эгидой нашего регулятора. А какой может быть иностранный опыт привести в пример? Как можно продвигать рыбу? Например, вот, как я и говорила про веселого лосося там танцующего, да, японцы, например, используют мультики для того, чтобы привлечь внимание ребенка, да, что вот эта веселая рыбка там какая-то вот она у них там в аниме или в манго там прыгает, скачет там и является каким-то главным героем. Я регулярно бываю в Японии, у них вообще, в принципе, есть, например, такие игрушки, которые в виде суши или в виде роллов вообще, в принципе, там еду как бы, ну, скажем так, одушевляют. Вот, то есть в нее можно поиграть, это прикольно, и в конце концов все мы помним, да, пример потребления шпината с моряком Папайем, да, который ел шпинат и вырастали в него мускулы. Ну, то же самое, да, то есть если я правильно помню статистику, на 30% выросло потребление в Америке шпината после того, как вышел этот мультик. И я в это верю, то есть детей нужно заинтересовывать, это должно быть прикольно, это должно быть классно. Детям, опять же, нельзя, например, делать жареную продукцию или панированную продукцию, то есть нельзя сделать там какой-то вот жирный вредный бургер, да, рыбный, который они будут есть. Я имею в виду именно вот в школьном питании, поэтому это должно быть все-таки, это должно быть все-таки каким-то глобальным воздействием, потому что иначе, на самом деле, через там 15 лет, грубо говоря, у нас вот это подрастающее поколение, оно просто не будет ее потреблять. С икрой что происходит? С ценами с потреблением? Что происходит с ценами на икру? 10 лет назад икра стоила меньше 1000 рублей за килограмм. Я прекрасно помню этот момент, когда мы говорили про психологический барьер. Мол, вот сейчас мы перевалим за 1000 рублей, кто же будет эту икру покупать? Перевалили и не раз, да, сейчас мы говорим о 3-4-5 тысячах рублей за килограмм. Это за последние 10 лет. Цены на икру растут, в принципе, каждый год, как вы можете понимать по этой статистике. В этом году достаточно хороший вылов горбуши на Камчатке, поэтому, соответственно, цена на икру горбуши, она ниже примерно на, наверное, процентов на 20, чем в прошлом году в это же самое время. Что будет дальше к Новому году? Будет традиционное подорожание на 15-20% в любом случае. Ну и дальше уже мы будем смотреть следующую пути, то есть насколько там будет хороший вылов, будет ли он рекордным, или он будет, наоборот, ужасным. То есть уже будет зависеть от этого. В основном цены на икру, да, они повышаются каждый год, но глобально они зависят от вылова. Пару лет назад, когда был рекордный улов, да, близкий к рекордному, тогда, естественно, цены вот на икру горбуши как раз они достаточно сильно просели. При этом на другие виды икры это может не влиять. То есть, например, горбуши выловили очень много, киты и нерки, например, не так много. Соответственно, их икра там более-менее там по цене стабильная. Аня, а с потреблением что? С потреблением, если раньше люди покупали икру, в общем-то, в таком более-менее еженедельном формате, да, вот те, кто любит, то сейчас это превратилось все-таки в такой вот товар выходного дня, назовем это так. То есть это покупается на праздники, это покупается на мероприятия. Новый год, 23 февраля, 8 марта, масленица. То есть вот все-таки такой вот праздничный формат. Это, конечно, не очень хорошо для отрасли, потому что, по сути, как бы смысл в том, чтобы икру потребляли на таком более, ну, не ежедневном, но хотя бы на постоянном, на постоянной основе, на постоянном режиме. А сейчас это все-таки вот достаточно такой дорогой продукт, скажем так. А еще есть проблемы уже с хранением икры, насколько я знаю. То есть не все холодильники для нее подходят? Там нужна определенная температура хранения? Нет, почему? Для оптовой тары, да, вот в которой приходит икра в куботейнерах, нужно хранить, конечно, минус 4, минус 6. Далее, когда она уже расфасована, да, по всем стандартам, ее можно хранить в плюсовой температуре. Мы, например, не очень рекомендуем, то есть в обычном холодильнике, да. Но, опять же, мы это не очень рекомендуем делать, потому что, ну, могут все-таки, внешний вид может измениться, и это не ее температурный режим, назовем это так. Поэтому нет проблем с хранением, да, икры, ее нету. А вот, ну, сказать, что там покупайте икру десятками килограммов и ставьте ее в обычный бытовой холодильник в плюс 5, так не надо. Лучше все-таки вот по потребности покупать. Понятно. Спасибо вам большое, что пришли. Вам спасибо.